Долгое время неизученность мирового океана порождала самые разные мифы и легенды. И первое место среди них занимает Бермудский треугольник. Зона в Атлантическом океане, где десятки кораблей и самолетов исчезали без следа. Этим происшествием посвящены тысячи книг, статей и телепередач. По ним выдвигались самые безумные теории от скачков во время недопохищений жителями Атлантиды и инопланетянами. И споры эти не утихают до сих пор. С вами ВТЕХНО2, и мы вновь начинаем разбираться в исторических фактах произошедшего и ответим на многочисленные вопросы. В частности о том, как это было на самом деле. Братва, меня слышно, да вообще нормально? В общем, дело такое. В описании к этому ролику есть ссылка на наш канал. Он называется «Конкретные новости». Но это не та новостная шляпа, которую ты привык видеть по телевизору. Бонус, это всё понятно. Мы переозвучиваем отрывки из фильмов. Я тебе говорю, этот сорумял очко, что он не выскочит. Делаем сюжеты об актуальном, и если надо будет, делаем сюжеты о наболевшем. COVID-19 способен снизить наши интеллектуальные способности, куда ещё не жив. Вопрос только в том, почему ты ещё здесь, дружище. Переходи, посмотри и убедись лично. Бермудским треугольником Бермудским треугольником называют область Атлантического океана, расположенную к востоку от побережья Флориды. Акватория треугольника частично принадлежит Багамским островам. Сам треугольник находится между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, треугольник довольно большой, и он занимает 140 тысяч квадратных миль. Самыми известными способами объяснить мистические события в Бермудском треугольнике являются инопланетяне и атланты, жители пропавшей Атлантиды. То есть объекты и люди сталкиваются или с провалами в пространстве и времени, или просто уносятся невероятными силами. Например, многие полагают, что корабли оказываются в параллельном мире, или просто застревают во времени. Так они пропадают и никогда не возвращаются. Также объясняется то, что их обломки никогда не находят. Зловещая слава Бермудскому треугольнику пришла многие веков назад. Саргасово море считали кладбищем для кораблей, который моряки окрестили в Ведьмино море, и боялись его как огня. Путешественник Христофор Колумб был первопроходцем этих мест и сумел описать некоторые странности, случившиеся с его командой. Преодолеть Саргасово море удалось в сентябре 1492 года. Его путь лежал к берегам Америки. В своем дневнике Колумб написал обо всех противоестественных явлениях этих мест. Первое, что он заметил, это смещение стрелки компаса. Все это время она указывала на полярную звезду, но вдруг резко прыгала на северо-запад. Неизвестность пугала всю команду, ведь такого ранее не было. Без компаса можно было и вовсе сбиться с пути, а это верная гибель. Потом произошла еще одна вопиющая ситуация. Недалеко от них упал огромный язык пламени, и неожиданно начался сильный шторм. Возможно, это мог быть метеор. Несмотря на все странности Саргасового моря, команде Христофора Колумба удалось не только бросить якорь у Багамских островов, но и вернуться домой. Правда, для этого понадобился целый год. Словосочетание «Бермудский треугольник» было введено в оборот в 1964 году публицистом Винсентом Гадисом. Статья с говорящим названием «Смертоносный Бермудский треугольник» была напечатана в издании, посвященном необъяснимым явлениям. Один из самых загадочных эпизодов, связанных с «Бермудским треугольником», это исчезновение в 1918 году грузового судна военно-морских сил США «ЮСС-Циклоп». Путь «Циклопа» лежал из Южной Америки в США. Корабль принадлежал классу судов «Протаус» и был довольно большим. Его длина составляла 165 метров. Тем не менее, само судно и 306 находившихся на морду пассажиров и членов экипажа как будто растворились в морской бездне. Поиски корабля не дали никаких результатов. В этой истории есть еще одна очень характерная особенность. Перед своим исчезновением экипаж корабля не подал сигнал бедствия. Что бы ни стало причиной к трагедии, очевидно одно. Оно застигло корабль врасплох, не представив его экипажу ни минуты на спасение. Похожая картина наблюдалась во многих случаях исчезновения судов в Бермудском треугольнике. Позднее список пропавших в этом районе кораблей пополнился десятками новых названий. Очень часто причину гибели судов все же удавалось установить. Например, одной из тайн Бермудского треугольника иногда называют гибель грузового судна «Анита», затонувшего в 1973 году. Единственное, что осталось от этого корабля — спасательный круг с названием судно. Правда, накануне выхода корабля в открытое море разразился сильнейший шторм, жертвой которого стала не одна только «Анита». Скорее всего, треугольник не привлек бы столько внимания, если бы его жертвами становились лишь корабли. Действительно, эта часть Атлантики всегда была очень опасным местом для бареходов. Но вся сложность ситуации заключается в том, что в Бермудском треугольнике бесследно исчезали не только корабли, но и самолеты. Мэри Селест от авиации — именно так Пресса назвала исчезновение звена из пяти бомбардировщиков «Эвенджер» в 1945 году, которое стало величайшей тайной в истории мировой авиации. И это должно было стать обычным учебным полетом для экипажей и их опытного командира — лейтенанта Чарльза Тейлора. Каждый самолет прошел тщательную проверку. Все двигатели и приборы были в полном порядке. Но, как вспоминал лейтенант Бемберлинг, море было очень бурным. 5 декабря после обеда пять самолетов поднялись в воздух с авиабазы «Форт Лодердейл». Полет начался как обычно, но очень скоро командир звена сообщил диспетчеру. «У нас аварийная обстановка. Очевидно, мы сбили с курса. Мы не видим земли. Повторяю, мы не видим земли. Мы не знаем, где сейчас находимся. Мы не знаем, где запад. Ничего не получается. Странно. Мы не можем определить направление. Даже океан выглядит не так, как обычно». Вскоре Тейлор замолчал навсегда. Командование отправило на поиски разведывательный самолет «Маринер», но и он исчез. Была начата полномасштабная поисковая операция. Более трехсот самолетов и кораблей прочесывали каждый квадрат воды и неба. Где могли быть «Эвенджеры» и «Маринер», но тщетно. Через две недели расследования комиссия выпустила пятисотстраничный доклад, где перечислила 56 версий произошедшего. По официальной версии, самолеты девятнадцатого звена, сбившись с курса, были в воздухе более четырех часов, пока у них не кончилось горючее. После чего они совершили вынужденную посадку на воду в полной темноте и в условиях шторма мгновенно затонули. Но поскольку однозначного ответа не было, пресса продолжала на этом спекулировать, даже не пытаясь развеять пелену загадочности вокруг произошедшего. История на глазах превращалась в миф, обрастая разными драматическими фактами. Пилоты якобы паниковали, а погода из штормовой превращалась в безветренную. Точно так же додумывались факты и в других случаях, где не получалось дать исчерпывающее объяснение случившемуся. Ровно через год в океане была обнаружена шхуна «Ситибелл» без экипажа и каких-либо повреждений. Но, как позже выяснилось, команда спаслась. Так что шума в прессе не поднялось. В декабре 1948 года над Бермудами исчез пассажирский лайнер. А в январе новая трагедия. Пропал другой пассажирский самолет. И в этот раз расследование не смогло объяснить, что же случилось. Наступил март 1950 года и еще одно исчезновение. На этот раз самолет ВВС США. Удивительно, но до 1950 года все эти исчезновения рассматривались просто как отдельные загадочные события. Вне всякой связи с другими подобными случаями. Все изменила апрельская статья Эдварда Джонса. В газете The Miami Herald, в которой он связал исчезновение всех самолетов за последние пять лет с районом Бермудского треугольника. Первым серьезным разоблачением бермудских мистификаторов занялся писатель Ларри Куше. Уже в 1975 году он выпустил свой ответ «Загадка Бермудского треугольника. Разгадана». В 1978-м книга вышла в СССР под названием «Бермудский треугольник. Мифы и реальность». В ней Куше провел анализ всех приведенных оппонентом аномалий. После чего выяснилось, что Берлиц неоднократно использовал подлоги, фантазии, домыслы, ничем не обоснованные предположения и, наконец, обычное вранье. Оказалось, что некоторые из описанных исследователем Бермудского феномена инцидентов произошли за пределами треугольника. В одном случае даже в Тихом океане, за тысячи километров. В других ничего таинственного не было. Так как причины катастроф были расследованы и обнародованы. Некоторые исчезновения происходили во время жестоких тропических ураганов, о которых Берлиц забывал упомянуть, утверждая, что покода была отличной. Были даже катастрофы, про которые Куша не смог найти никаких упоминаний в прессе. То есть выдуманные от начала и до конца. Фактор погоды имеет первостепенное значение. В северной части Атлантического океана между Африкой и Северной Америкой находится зона, получившая название «Аллея ураганов». Именно здесь летом и осенью формируются многочисленные тропические депрессии, пика своей интенсивности и статуса урагана, достигающий как раз в районе Мексиканского залива и Бермудского треугольника. Ураганы с мощными штормами стремительны, непредсказуемы и безжалостны. Практически каждый год в сводках СМИ фигурирует очередная условная «Катрина», вносящая региону ущерб на десятки, а порой даже сотни миллиардов долларов. Стоит ли удивляться, что порой жертвами ненасти становятся корабли и самолеты? Звено 19. Пять бомбардировщиков, отправившихся в тренировочный полет в декабре 1945 года и бесследно пропавших, судя по восстановленной картине, развития событий просто заблудились в эпоху отсутствия GPS, сделав неправильные расчеты и перепутав визуальные опорные точки. Приписываемые им охотниками за сенсациями слова про необычно выглядевший океан «Мы опускаемся в белые воды». Просто очередная выдумка. После того, как у самолетов закончилось топливо, они, скорее всего, были вынуждены приводниться и затонули целиком, что объясняет отсутствие на поверхности океана следов крушения. Вылетевшего в 1948-м из города Сан-Хуан остров Пуэрто-Рико пассажирского Douglas DC-3DS-T был ряд технических проблем с двигателем и радиостанцией, оказавшихся критическими в условиях ограниченного запаса топлива и ночного рейса. Экипаж просто не получил сообщения об изменившемся направлении ветра, который снес самолет с верного курса на Майами в Мексиканский залив. В конструкции пропавшего в 1918 году с грузом Марганца парохода USS «Циклоп» впоследствии были выявлены серьезные недостатки, которые при определенных условиях, нарушении центровки груза и сильной нагрузки могли привести к разрушению корпуса. Судя по архивным данным, вне исчезновения корабля в этом районе наблюдался тропический шторм. К тому же два из оставшихся трех систершипов, построенных по тому же проекту, были потеряны при похожих обстоятельствах в годы Второй мировой войны. Перевозивший в 1963 году расплавленную серу танкер SS «Мэрин Салфа Куин» также угодил в шторм. А последующее расследование показало, что судно было просто непригодно к эксплуатации и давно должно было быть отправлено на лом. В январе 2020 года средство массовой информации, особенно научно популярной, облетело сообщение о находке, сделанной в Атлантическом океане, в 65 километрах к востоку от города Сен-Агастин, на севере американского штата Флорида. Команда охотников за кораблекрушениями совместно со съемочной группой телеканала Science Channel обнаружила на глубине в 30 метров останки грузового парохода СС «Котопахи», сданувшего почти столетия назад. С находкой «Котопахи» окончательно развенчан, наверное, главный миф второй половины 20 века, десятилетиями выдораживший неокрепшую психику миллионов обывателей. Таинственный Бермудский треугольник, необъяснимыми жертвами которого будто бы стали сотни кораблей, самолетов и тысячи людей, оказался очередным бизнес-проектом по сравнительно честному отъему денег у простодушного населения. Сразу ответить на все вопросы и развенчать мифы невозможно. Наука сильна, но требует скрупулезности в исследовании фактов. На это уходят многие годы. В процессе становления точного ответа учеными выдвигаются гипотезы, в которые люди, как показывает практика, верят неохотно и начинают продвигать свою точку зрения, убеждают остальных. Так и рождаются легенды. А с вами был ФТЕХНО2, всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...